Первым пунктом отчета заместителя главы города-курорта Людмилы Мурашовой стала работа с молодежью. За первые полугодия текущего года Управление по делам молодежи провело 1657 мероприятий различной направленности. В них приняло участие 111 305 подростков и молодежи. Этот показатель на 53% больше, чем за аналогичный период 2013 года. Анапское управление по делам молодежи занимает первое место в крае по направлению военно-патриотического воспитания. Новая задача в работе – развитие молодежного предпринимательства. Программа «Ты – предприниматель» поможет молодым людям приобрести необходимые знания для открытия своего дела. Особое место занимает профилактическая работа с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Несовершеннолетние наобчания совершили 15 преступлений, но это на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хочу обратить внимание, что из них 17 несовершеннолетних сняты с учета в связи с исправлением. В общем-то, это очень существенно. Продолжается работа по исполнению детского закона. Проведено 182 рейда, сформировано более 2,5 тысяч рейдовых групп и выявлено 450 подростков, допустивших нарушение закона 1539. Центром внимания служб социальной сферы всегда является человек. Поэтому одна из основных задач – сохранение и укрепление здоровья. Юджет отрасли в этом году больше, чем в прошлом году, на 10 миллионов за счет средств обязательного медицинского и социального страхования. По итогам первого полугода текущего года среднемесячная зарплата у врачей, среднего медперсонала и прочего персонала увеличена. И вы видите на слайде, на 37% у врачей, у среднего медицинского персонала на 28% и прочего персонала на 54%. В связи с недостаточной укомплектованностью врачебными кадрами идет работа по привлечению специалистов из других территорий. В настоящее время привлечены 32 медика из различных регионов Российской Федерации. Также мы работаем с Кубанским государственным медицинским университетом. 26 студентов заключили договор в рамках программы «Врачебные кадры для сельского здравоохранения». И как только они заканчивают свой институт, мы их ждем в стены наших медицинских учреждений. Ведутся работы по капитальному ремонту фасада здания родильного дома. После капремонта благоустроили территорию возле соматического корпуса детской больницы. Текущие ремонтные работы проведены в поликлинических отделениях участковой больницы номер 2 в Гастагаевской и села Джигинки в нескольких амбулаториях. Планируется строительство двух офисов для общей практики. Вот уже во время моей работы управление здравоохранения отправило полный пакет документов на два таких офиса по 8,5 мм стоимостью каждой. Это в копию садового бампа и чекольный. И сейчас готовится еще один пакет документов для утра рассвета. Наряду со славой Всероссийского детского курорта она подавно стала культурным центром Юга России. Это заслуга огромной армии культработников. В апреле по результатам краевого смотра 82 творческих коллектива курорта подтвердили звание «Народный самодеятельный» и «Образцовый художественный». 19 получили звание впервые. В 2014 году проведен капитальный ремонт четырех учреждений культуры. Всего в первом полугодии на территории города курорта Анапа проведено 4195 мероприятий. Вот посчитали, получается, что 2 миллиона 364 тысячи человек, ну раз, наверное, да, люди посетили наше мероприятие. Наши коллективы сегодня представляют город Анапу в различных уголках России, в Москве, в Санкт-Петербурге, а также в Рудежон, в Турции, в Германии. И они за первое полугодие привезли 672 награды различного уровня. Одной из самых крупных в Анапе является отрасль образования. Ее бюджет составляет 1 миллиард 785 миллионов рублей. В текущем году на капремонт образовательных учреждений выделено почти 30 миллионов рублей. На строительство и реконструкцию более 37 миллионов. В рамках подготовки к новому учебному году плановые ремонты проводятся во всех учреждениях образования. Важнейшим направлением работы является профилактика социального сиротства. Здесь действенным инструментом стала деятельность мобильной скорой семейной помощи, которая с начала года совершила 62 выезда, из них 20 экстренных. И помощь оказана 74 семьям. За отчетный период достигнутых социальных сферах нашего города-корода немало. Но, однако, это не показатель для того, чтобы жить спокойно. У нас есть впереди планы, некоторые я из них озвучила в течение своего доклада. Впереди предстоит еще больше работы, главный оценок которой – улучшение социально-экономического положения всех анапчан. Заслушав доклад, глава города-курорта Сергей Сергеев поставил перед своим заместителем ряд задач. В сфере культуры – продолжить ремонт учреждений, особенно сельских. Рассчитывать при этом на собственные силы, местный бюджет и спонсорскую помощь. Продолжить организовывать дни здоровья не только в сельских округах, но и в городских микрорайонах. В сельских округах задача – по-прежнему проводить дни здоровья два раза в год.